Самое ценное – это время. Давайте я вам покажу три способа, как мы можем экономить время с помощью ChargerPT. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и моя основная задача – это помочь предпринимателям, блогерам, фрилансерам, да и, наверное, обычным людям научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи и экономить на этом огромное количество времени и денег. В этом видео я вам покажу три способа, как мы можем использовать искусственный интеллект для экономии времени. Все три способа я использую в своей работе. Первый способ – это просмотр YouTube-видео. Знаете, у меня сегодня на YouTube выходит огромное количество контента, и даже при всем желании на скорости x2, x3 мы не можем физически просмотреть большую часть информации. Но при этом есть отдельные видео, которые ты бы хотел посмотреть, но ты не знаешь, найдешь ли ты в этих видео какую-то полезную информацию для себя. Возможно, это будет уже чей-то пересказ того, что уже кто-то сделал. Возможно, ты уже знаешь какую-то информацию, которую ты хочешь получить, ты уже знаешь в этом видео. И ты бы не хотел тратить время на то, чтобы просматривать какое-то видео, но при этом ты бы хотел узнать, насколько это видео поможет вам в работе. Можно, конечно, включить там x2, x3, но если это, например, 50-минутное видео, то даже x2, x3 это потратит там 10, 15, 20 минут на то, чтобы услышать какую-то мысль. А может быть, ты за этот период времени еще где-то что-то отвлечешься, и, соответственно, не получишь эту мысль, не услышишь эту мысль. Давайте возьмем любое YouTube-видео, я вам покажу, как это работает. Например, вот заинтересовало меня вот это видео, как вести сториз, я этого парня не знаю. И я бы хотел получить, например, всю эту информацию, которую он говорит в своем видео, в каком-то текстовом файле и узнать, подходит мне это видео, оно реально интересно, либо это просто очередная вода, которой на YouTube становится с каждым днем все больше и больше. Значит, смотрите, что я использую. Я использую вот такой вот сервис GetMerlin для того, чтобы получить текстовую расшифровку этого видео. Транскрибацию и нажимаю Get Transcribation. Вся транскрибация, то есть здесь полностью все те слова, которые говорит автор в этом видео. Я просто беру, копирую эти слова и вставляю их в чат GPT. В чат GPT я могу вставить как бы двумя способами. Если видео длинное, то есть это видео порядка 52 минут, оно достаточно длинное. То есть если я вставлю сейчас просто вот этот текст, то скорее всего у чат GPT возникнут проблемы с тем, что слишком большой запрос я ему отправляю. Поэтому когда видео длинное, я просто беру, открываю вордовский файл, вставляю сюда весь этот текст. Но он не отредактирован, то есть он, видите, в таком достаточно странном формате. И сохраняю его как PDF. После того, как я сохранил это видео как файл, мне необходимо ввести небольшой промпт и, соответственно, загрузить в чат GPT непосредственно этот файл. Значит, я беру промпт. Промпт также размещен в нашей большой базе промптов, в котором сейчас находится больше, наверное, 7 или даже 10 тысяч различных промптов для чат GPT. Он здесь отображает 3000, но на самом деле здесь большое количество разделов с промптами. Промпты на английском языке, на русском языке, промпты для генерации изображений, список популярных инструментов и, конечно же, образы. Образы, которые мы можем применять, добавлять в искусственный интеллект для того, чтобы он генерировал нам более важный и нужный ответ. Плюс еще куча видеоуроков по тому, как использовать искусственный интеллект для своего проекта, для своего бизнеса. Я беру этот промпт и добавляю тот самый файл с полностью субтитрами, которые, соответственно, мы получили с помощью сервиса Merlin. Значит, сейчас мне чат GPT должен рассказать мне, что представляет из себя это видео. Промпт звучит следующим образом. Это транскрибация YouTube-видео, выделяя основные смыслы этого видео в виде маркированного списка. Значит, и он мне тут же рассказывает, что вот основные моменты из вашего видео, выраженные в форме маркированного списка. Видео представляет собой подробный мастер-класс о том, как эффективно создавать, использовать сториз в Instagram, цель урока упростить и систематизировать знания. Основные идеи, проводятся примеры успешных стратегий для достижения ведущего, включая продажи на значительные суммы и рост числа подписчиков. Обсуждаются общие ошибки. То есть, он мне полностью сделал основные смыслы, вытащил из этого видео. Я уже по этим основным смыслам вижу, что, скорее всего, это видео, 55-минутное видео, оно посвящено продажам и оно мне неинтересно. Но я могу уточнить, задать еще один дополнительный вопрос. Я задаю следующий вопрос. Расскажи подробнее из видео про этот пункт. И, соответственно, взял вот этот вот пункт, который мне потенциально интересен. И он сейчас опять вытаскивает, то есть, он сейчас опять обращается к файлу. И теперь он уже пытается мне ответить на этот конкретный вопрос. То есть, я не ищу на этом видео тот самый момент, где ведущий пытается рассказать об этой штуке. То есть, я хочу узнать, стоит ли, либо не стоит мне это смотреть. Соответственно, я уже вижу, что, скорее всего, это какое-то просто продающее видео, в котором нет никакого большого смысла и в котором заложены просто основные смыслы. То есть, я только что, буквально там за 3-5 минут, сделал работу над этим видео и понял, что это видео мне неинтересно смотреть. Я также могу обращаться. То есть, это просто продающее видео, где автор любуется собой и пытается мне что-то продать. Мне это неинтересно. Видите, здесь Миша, как в возрасте 22 года, он смог купить Феррари. Это сразу же для меня является таким красным символом, что этот человек просто пиарится с помощью, пытается пропиариться с помощью Ютуба. Плюс комментарии все примерно одинаковые, поэтому мне интересно смотреть даже. И таким образом я могу экономить время на просмотр таких вот больших длинных видео. То есть, мне интересно найти какое-нибудь видео, оно меня заинтересовало. Я его закидываю в чат GPT и дальше провожу анализ, стоит ли бы не стоит смотреть это видео. Я могу там за 10 минут провести анализ 5-10 различных видео, потом выбрать для себя одно, которое реально стоит посмотреть и получить, и вытащить оттуда реальную пользу. Это сильно экономит время. Следующее, что я активно использую для ускорения работы с чат GPT, это так называемых GPT-AI агентов, то есть GPT-помощников, но не на базе чат GPT, то есть не на площадке чат GPT, а в Telegram. То есть, я создаю себе специализированных AI-ботов, которые подключены к чат GPT через API, и, соответственно, задаю им вопросы в любое удобное для меня время, плюс я могу дать доступ к этим помощникам, там своим, своим помощникам, чтобы они могли без VPN, без какой-то регистрации, без платного аккаунта пользоваться полноценным чат GPT четвертой версии. И эти GPT, они заточены под определенную задачу. То есть, есть GPT-бот-помощник для поддержки, куда мы выгружаем базу знаний для поддержки, есть GPT-помощник по SMM, куда можно быстро закинуть какой-нибудь свой план, либо свой текст, и он сделает его рерайт, либо он проверит его на ошибки, проведет анализ. Можно быстро провести анализ шапки профиля. Это уже непосредственно GPT-агент для моего Instagram-аккаунта, которым я рекомендую пользоваться всем тем, кто подписан на меня в Instagram. Есть GPT-агент-помощник, который позволяет внедрять и рассказывает, как внедрить искусственный интеллект непосредственно в его проект, в его бизнес. То есть, у меня есть много различных GPT-агентов, которые выполняют разные задачи от SMM, от проверки, до GPT-агентов, которые курируют людей, которые проходят у меня какое-то обучение, либо GPT-агенты, которые помогают развитию моего Telegram-канала. То есть, если посмотреть на статистику, у нас Telegram-канал активно растет, и какую-то часть работы от этого всего выполняют GPT-агенты. Есть GPT-агенты-продавцы, есть GPT-агенты-консультанты. То есть, мы создаем различных ботов, прописываем в них специализированные инструкции. То есть, я прописываю в них специализированные инструкции, выгружая в них определенные базы знаний, которые, соответственно, они могут использовать в процессе работы. И они не отходят от этих инструкций, в зависимости от той температуры, которую мы им задаем. Поэтому это очень удобно, и это позволяет реально сократить время, когда у тебя нет, например, под рукой в телефоне, либо где-то еще чата GPT, ты всегда можешь обратиться к специализированным помощникам на базе Telegram, быстро получить от них ответ. Эти помощники помогают быстрее ответить на электронные письма, которые приходят, позволяют ответить быстрее на сообщения в Директе, которые в Инстаграме подключены. То есть, у нас тоже есть GPT-боты, которые подключены в мой Инстаграм-профиль. Вы можете задать им вопрос, и он вам тут же ответит. Это будет чат GPT-четвертая версия, уже внедренная в Инстаграм. То есть, следующий, второй пункт, это как раз внедрение GPT-агентов, специализированные GPT-агентов, которые мы предварительно обучаем в нашей социальной сети. Сейчас это Telegram, и сейчас это Инстаграм. Но не в личный аккаунт, а именно в каналы. Если говорить про Telegram, а Инстаграм — это профиль, где вам задают вопросы, и он, ваш GPT-агент, в зависимости от того, что вы, какие инструкции вы ему прописали, он дает те ответы, которые ему нужны, которые вам нужны. Вы всегда это можете проконтролировать с помощью специализированных сервисов, например, через Майнчат. Ну и третий способ использовать чат GPT для того, чтобы экономить огромное количество времени — это отправлять ему на корректировку, либо на доработку какие-то материалы. Например, у меня есть сайт, я хочу провести анализ этого сайта. Что я делаю? Я отправляю в чат GPT непосредственно скриншоты, например, своего сайта, и прошу его сделать анализ, насколько это видео, насколько эта страница сайта будет выполнять ту или иную роль. То есть я ему отправляю, например, скриншот, прям скриншот, то есть я копирую, копирую скриншотом, делаю фотографию, отправляю в чат GPT, и прошу провести анализ, насколько этот раздел соответствует тому или иному продающему блоку этого сайта. Это очень удобно. Плюс мы можем, когда делаем презентацию, мы также, я в конце презентации, то есть я делаю презентацию, в конце презентации я прошу чат GPT провести анализ этой презентации, посмотреть, что бы он здесь дополнил. Я могу ему отправить свои социальные сети, например, свой YouTube, и попросить его провести анализ моего YouTube-канала, моего Instagram-профиля, мои шапки профиля, тех ответов, которые он выдает, вот тех промптов, либо того текста, который я увидел. Я также ему могу отправить свое видео, то есть также транскрибацию своего видео, и сказать, что в этом видео я забыл добавить в тот или иной момент. Я его прошу провести анализ моих продающих страниц, анализ моего поста в Telegram, и он с этой задачей круто справляется. Буквально за несколько секунд он мне подсказывает, что можно внедрить в ту или иную презентацию, в тот или иной текст, раскрыт ли основной смысл, будет ли реагировать на этот текст целевая аудитория, и точно ли этот текст должен быть написан, этот текст точно ли написан для той или иной целевой аудитории, что-то добавить, добавить какие-то примеры. Либо, когда я готовлю презентацию, я могу в процессе подготовки что-то забыть, то есть забыть, добавить какой-то элемент. И когда я провожу анализ этой презентации с помощью ChargerPT, это занимает достаточно быстрое количество, то есть весь анализ происходит достаточно быстро. Он мне говорит, скорее всего, ты забыл дополнить вот это, вот это. Здесь можно рассказать еще об этом. Это очень быстро, это очень экономит время и делает те материалы, которые вы создаете, они как бы создаются намного проще, они намного круче, чем без ChargerPT. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, и вы так же, как и я, будете использовать ChargerPT для того, чтобы сохранить огромное количество времени, сил, ну и, конечно же, денег. С вами был Горзуевич, обязательно поставьте мне нравится под этим видео, переходите в мой телеграм-канал с промтами, с раздаточными материалами. Всем пока.